Восемьдесят лет прошло с момента формирования внутренних войск Министерства внутренних дел страны. В честь круглой даты сегодня прошли торжественные мероприятия. Поздравил служащих элитного подразделения МВД и глава государства Садыр Джапаров отметил хорошую подготовку и высокий боевой дух военнослужащих внутренних войск. Время показало, что вы готовы ответственно выполнять взятые на себя обязательства. Могу с уверенностью сказать, что наши внутренние войска и впредь будут выполнять задачи, поставленные для благополучного будущего страны, включая ее безопасность, защиту прав и свободы граждан. Отмечу, что подготовлен проект постановления Кабинета министров о материальной помощи отдельным категориям военнослужащих Кыргызской Республики, согласно которому с 1 октября 2021 года планируется повысить заработную плату военнослужащим внутренних войск МВД на 40%. Также, с учетом того, что военнослужащие внутренних войск МВД проходят службу в особых условиях, с 1 сентября текущего года, один год военной службы будет считаться за полторы года, а в Баткенской области один год за два года. Глава государства после торжественной части осмотрел отремонтированное здание центрального аппарата МВД. Как сообщил министр внутренних дел Уланбек Ниазбеков, в рамках цифровизации деятельности органов внутренних дел проведена большая работа по оснащению подразделений ведомства новейшим техническим оборудованием. Президенту продемонстрировали зал международного сотрудничества для встреч с официальными делегациями и проведения онлайн-конференций. Особое внимание глава государства уделил Центру оперативного управления и координации, через который интеллектуальные камеры в онлайн-режиме контролируют ситуацию в местах массового скопления людей во всех районах и городах страны. Президенту также показали модернизированный Центр пресс-службы МВД по работе со средствами массовой информации и общественностью. Вместе с этим Садыр Джапаров осмотрел новую технику патрульной милиции, в числе которых электромотоциклы, автомашины, вооружения, переносные портативные радиостанции и множество других образцов специальной техники. Кроме того, были продемонстрированы макеты комплектов новой формы участковых инспекторов милиции в летнем, зимнем, осенне-весеннем и повседневном вариантах. Участковых также оснастят служебными планшетами и бодикамерами. Глава государства отметил необходимость наращивания и оснащения правоохранительных органов современным оборудованием, что позволит силовым структурам перейти к принципиально новым методам ведения работы, своевременно отвечать на вызовы времени и оперативно находить оптимальные решения на возникающие проблемы. Продолжение следует... Садыр Джапаров также возложил цветы к памятнику погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Кроме этого, глава государства принял участие в работе коллегии МВД, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие. Мероприятие состоялось в здании Центрального аппарата министерства. В зале присутствовали секретарь Совбеза Марат Иманкулов, министр внутренних дел Улан Ниазбеков, его замы и руководители различных подразделений органов внутренних дел. Глава государства в своей речи отметил, что без мира и порядка в стране невозможно полноценно реализовать проводимые реформы и экономические программы, поэтому потребовал в полной мере и четко выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности в стране, защите прав и свобод граждан. «Нашим людям нужно видеть, что вы делаете, и чувствовать, что они защищены государством. Милиция должна поддерживать общественный порядок и обеспечивать благополучие граждан не на словах, а на деле», – сказал Садыр Джапаров. Как добавил президент, необходимо избавляться от отдельных нечистоплотных сотрудников, которые, злоупотребляя служебным положением, дискредитируют честь кыргызской милиции. «Все, от простых граждан до руководства страны, должны почувствовать, что милиция работает. Требую от руководства МВД обеспечить соблюдение требований и взять это под свой личный контроль», – сказал глава государства. С учетом реалий сегодняшнего дня и потребностей общества, Садыр Джапаров поставил такие задачи перед органами внутренних дел. Усилить профилактические мероприятия, повысить доверие к милиции за счет оказания современных сервисных услуг населению, максимально оперативно реагировать на запросы граждан, содействовать их комплексному решению, в рамках борьбы с преступностью усилить меры с особым упором на предотвращение потенциальных угроз со стороны международных террористических и экстремистских организаций, организовать мероприятия по ознакомлению общественности с новым имиджем отечественной милиции и готовить приверженных присяге профессионалов, обладающих высокими моральными качествами. Юлий Ценкабак, Итгаязов, ЛТР, Бишкек.